Самолет МЧС доставил в Крым три сотни дизельных генераторов, которые будут обеспечивать энергией населенные и социально значимые объекты. Аналогичную помощь готовы оказать полуостровы и многие российские регионы. Тем временем в самой республике принимаются меры, чтобы не допустить спекуляции. Прокуратура проверяет информацию о необоснованном повышении цен на топливо, продукты питания, технику. В отставку отправлен руководитель Министерства энергетики Крыма. Причина – неудовлетворительная работа в режиме чрезвычайной ситуации. Оценку происходящему на месте сегодня даст глава федерального Минэнерго Александр Новак, который прибудет в регион. Обесточивание полностью Крыма и подрывная деятельность, которая была проведена, подрыв опор, разрушение линии электропередач, направлено было на создание условий, не обеспечивающих жизнедеятельность людей, проживающих в Крыму. И это на самом деле является преступлением, серьезным преступлением. И удивляет то, что до сих пор украинские власти не обеспечили доступ украинским же энергетикам для того, чтобы восстановить соответствующие линии электропередачи. Энергоблокада полуострова продолжается уже третьи сутки. Ночь на воскресенье украинские националисты устроили в Херсонской области подрыв опор высоковольтных линий. Восстанавливать пока начали только одну. При этом радикалы пустили ремонтные бригады при условии, что в Крым энергия больше не будет поставляться. Власти республики не исключают, что ситуация может сохраниться по меньшей мере до 22 декабря, когда будет введена в эксплуатацию первая очередь энергомоста с материковой части России через Керченский пролив. Продолжение следует...